На этой неделе в нашей фотошколе был выпуск слушателей углубленного курса и курса, который называется «Пространство темы». Сразу мы выпускали две группы и неожиданно, ну, в общем-то, как-то привлекли большое количество людей к этому событию. У нас все защиты проходят открыто, правда, у нас помещение не позволяет, мы арендовали помещение галереи РА, там, на всяком случае, может вместиться человек 70. Столько, наверное, и было, в общем, был полный эншлаг. И сама защита вызвала большой интерес, потому что фактически за два с половиной часа, то, что продолжалась защита, ни один человек не ушел. Настолько было интересно. Ну, наша школа существует 12 лет, за это время она сильно изменилась, и мы стараемся держать руку на пульсе, использовать все новшества, которые происходят в образовании в мире. И вот это последнее событие, оно, в общем-то, заставляет задуматься о том, что появление таких альтернативных образовательных центров, школ, курсов, говорит о том, что государственное образование не справляется с теми задачами, которые, судя по всему, ему предназначены. Ну, я, в частности, могу говорить только о визуальном образовании, допустим, о художественном, или об образовании дизайнеров, или об образовании фотографов. Вот, ну, в последнее время в Киеве появилось очень много школ, мы существуем с 2004 года, мы были одними из первых. Вот, и первоначально мы работали как школа повышения квалификации фотожурналистов, а потом, когда наступил кризис в 2008 году, мы поняли, и фотография за это время очень сильно изменилась уже, она была другой. И мы поняли, что нет смысла плодить безработных фотографов, и профессия уже фактически стала исчезать, наступали фотолюбители с гаджетами, наступали уже, наступало видео, наступали социальные сети, фотография обесценивалась, пространство арта у нас не появлялось, и не появилось до сих пор, поэтому мы решили, в общем-то, информировать в нашей школе людей о том, что происходит в мире фотографий. Ну, как бы, такое важное направление, потому что сегодня фотография довольно сложная, она многослойная, а в итоге мы пришли к такому, наверное, к такой методологии, которая связана с тем, что мы фактически раскрываем творческие способности, ну, каждого, кто приходит к нам. С чем это связано? Ну, во-первых, фотография, наверное, максимально доступный вид деятельности творческой, ей сегодня занимаются практически все и молодые люди, и взрослые люди, и среднего возраста, и пожилого, ну, в общем-то, сегодня все увлеклись фотографией, продукта очень много, продукт сегодня, ну, в нашей стране, во всяком случае, он не системный, он непонятно куда девается, все хотят быть фотографами, мы тогда решили, в общем-то, использовать фотографию для раскрытия креативных способностей. Ну, мы знаем, что футурологии же говорят о том, что будущее, оно будет полностью для человека креативным, что все остальное будут делать роботы, мы на эту тему уже говорили, вот, поэтому сегодня искусство, наука, все, что связано с креативом, оно будет очень сильно развиваться. Мы же видим у нас в стране совершенно противоположное, вот, а даже те вузы, которые должны этим заниматься, они остановились в своем развитии, они преподают отставшие, ну, отставшие эстетики какие-то, и, в общем-то, из-за того, что все очень быстро меняется, это все плохо работает и не пользуется ни авторитетом, ни спросом у молодых людей. Если сегодня внимательно проследить, то все молодые люди, которые хотят заниматься кино, телевидением, фотографией, вообще другими видами изобразительного искусства, стараются уехать в Европу и там учиться. В Европе образование бесплатное, нужно только себя прокормить, что многие и делают. Вот. Ну, и тогда возникает вопрос, а что же, как это дело исправить? Вот мы все время думаем об этом, потому что, если раньше, когда все было ровно, и изобразительное искусство можно было, какие-то приемы, ремесло, ремесленные штуки передавать можно было из поколения в поколение, то сегодня это не работает, потому что, допустим, оператор, который учился во ВГИКе, допустим, там, в 60-е, 70-е годы, сегодня будет преподавать, ну, он безнадежно устарел. Поэтому, если он не следит за современным изображением, если он будет преподавать то, что преподавали ему, ну, это абсолютно эстетика уже устаревшая, она малоинтересная. Ремесло, да, ремесло, он может преподавать какие-то базовые знания, и то базовое знание сегодня сконцентрировано в книге на английском языке, которая называется Art Fundamentals, и, безусловно, она является первоисточником. Вот, поэтому сегодня вступают в силу методики. Методика сегодня и программа важнее, чем, допустим, преподаватель. Поэтому, если сегодня изучать современное искусство, если сегодня изучать фотографию и, ну, все медийные, мультимедийные средства, то, безусловно, нужно следить за тем, что происходит сегодня с картинкой, что происходит сегодня с техникой. Нужно быть абсолютно осведомленным. И мне кажется, у нас таких специалистов нет. Как исправить положение? Ну, тут возникает вообще, конечно, вопрос естественный. Колоссальный есть спрос на то, чтобы изучать новые медиа. Новые медиа, веб-дизайн, изучать, то есть делать фотоаппарат инструментом художника, готовить профессиональных, хороших операторов. С одной стороны, есть огромный спрос, с другой стороны, нет никакого предложения. Кроме, еще раз, кроме каких-то частных предложений в виде школ, курсов, которые, многие из которых занимаются просто откровенно зарабатыванием денег, а у других, как у нас, просто не хватает мощности, потому что мы не можем переходить в коммерческое поле, мы работаем как общественная организация. И поэтому мы рады, но у нас материальная база нам не позволяет. Поэтому этот вопрос очень остро стоит, и мы его постоянно ставим, но с одной стороны и с другой стороны ответов нет. Но вот последняя защита и очень высокий уровень наших выпускников, которые приходили и начинали фактически с нуля, и сделали абсолютно осознанные, грамотные и такие проекты, которые в принципе могут и автономно существовать, и могут отдельно какие-то произведения визуальной культуры. А с другой стороны, это с одной стороны участники, а с другой стороны зрители, которые пришли. Но снова возвращает нас вот к этому вопросу, что делать дальше, как получать образование, и где это образование впоследствии применять.